Девушки отдыхают Здравствуйте! События субботы 6 ноября в материалах корреспондентов программы «Время». В Бразилию на катамаране сибирские путешественники собираются в новый поход. Российские экстремалы решили установить мировой рекорд не в воздухе, а на море. На надувном судне они собираются добраться до побережья Бразилии. Репортаж Юлии Ольховской. Дельфины! Ты смотри! Прелесть! Тысяча километров от берега. Эти кадры сибирские путешественники снимали во время своего первого большого плавания на парусном судне через Индийский океан два года назад. Цель добраться от Таиланда до Сейшельских островов. Путешествие прошло удачно и теперь у них новые планы. От Сейшел доплыть до Бразилии. Мы еще не до конца решили, по какому из пути мы будем ходить, поскольку здесь это зона действия пиратов. Под парусами они собираются проделать путь почти в 15 тысяч километров и установить очередной рекорд. Начальная точка маршрута там, где финишировали в прошлый раз, остров Маэ. Оттуда курс на Мадагаскар, затем обогнут Южную Африку, остановка в Намибии и через Атлантический океан до Бразилии. Ребята, отход, отход. Мы упаковали вот в такие сумки. Большие волны, мы к ним готовы. Сильные ветра, мы к ним готовы. Здесь я не сомневаюсь. То судно, которое я создал, оно выдержит сильнейшие ветра, ураганы должны выдержать. И как-то в этом плане у меня сомнений нет. Путешествие должно продлиться чуть больше трех месяцев. Если все будет идти по плану, в начале февраля команда финиширует у берегов Южной Америки, а затем вернется в Новосибирск. Мы понимаем, на что идем, говорит участник команды Евгений Ковалевский. За плечами уже больше 80 путешествий. Вот это ощущение, конечно, поставить себя на грани, на лезвие бритвы, туда-сюда. Конечно, хочется всегда жить, хочется бороться за жизнь. Но вот подойти к этой грани, это настолько увлекательно. Их правило смотреть всегда на шаг вперед. Еще не начав путешествие через Атлантику, уже обсуждают новые планы. У всех еще одна, пока не сбывшаяся мечта. Покорить самый большой, Тихий океан. Юлия Ольховская, Игорь Гуляев, Константин Анисимов, Первый канал, Сибирское бюро.